Всемирный день борьбы со СПИДом впервые отмечался 1 декабря 1988 года. Это произошло после того, как Генеральная ассамблея ООН объявила, что болезнь приняла масштабные обороты. Сегодня рязанские специалисты, доктора и другие работники здравоохранения собрались в областном управлении Роспотребнадзора, чтобы подвести итоги проделанной в этом году работы и поставить задачи на год следующий. СПИД это не только медицинская проблема, это не только лечение данной заболевания, но и профилактика ВИЧ-инфекции на территории Рязанской области. Ситуация с заболеваемостью СПИДом и ВИЧ по-прежнему остается напряженной. Однако на сегодняшний день существует около 30 препаратов, благодаря которым человек, страдающий иммунодефицитом, имеет возможность вести обычный образ жизни. Тем не менее, не каждый работодатель это понимает. Дискриминация этой категории людей является для них сильным стрессом. Раньше, если говорили слово ВИЧ, СПИД, все от него шарахались, как черт от ладана. Сейчас, конечно, ситуация очень здорово изменилась, опять же, благодаря нашей повседневной работе, о том, как вести себя с ВИЧ-инфицированными, о том, какие методы профилактики данной проблемы существуют. Существуют, но, скажем так, подводя итоги прошедшего периода, можно сделать некоторые определенные выводы. Если с дискриминацией у нас, слава богу, становится лучше, то проблема с появлением новых ВИЧ-инфицированных еще не решена, и все равно продолжают люди умирать от данного заболевания. Так, в этом году на территории Рязанской области погибло от данного заболевания 93 человека. А в некоторых странах даже существуют инциденты по самозаражению вирусом СПИДа. В той же Греции пособие для больных составляет аж 700 евро. Сомнительный способ подзаработать, но все же практикуется. ВИЧ-инфицированные получают 700 евро экономического пособия, плюс очень большие годы и доступ к общей терапии. Никто из нас не застрахован от бед и напастей, в том числе и от различных болезней. Поэтому необходимо с пониманием и всей серьезностью относиться к этой проблеме.